Как-то после дежурства я сидел в баре в Вашингтон-Хайдс. Скопов за выпивку не брали. Пара ребят решили ограбить бар. Я выбежал за ними на улицу. Двух застрелил насмерть. Третьего ранил в ногу. А почему ушел со службы? Видишь ли, одна пуля отскочила рикошетом. Так вы частный детектив? Неофициально. Я помогаю людям. Они меня за это благодарят. Итак, чем могу помочь? Мою жену похитили. Я заплатил, но ее все равно убили. Я хочу, чтобы вы нашли виновных и привели их ко мне. По мотивам романа бестселлера. Похитители не случайно выбрали вашу жену. За ней следили. Узнали ее расписание. Это не первая их жертва. И не последняя. Я так понимаю, у нас новый игрок. Этой осенью. Я ее и пальцем не тронул. А вот остальные двое – другое дело. Они просто одержимые. Они чудовища. Нелюди. Как их найти? Прогулка среди теней. Люди боятся не того, чего нужно. Прогулка по ту сторону закона. Попали в фургон, считай покойники. Вы бывали в таких ситуациях? Только не таких. Прогулка среди могил. Смотрите в сентябре. Нам не следует забывать, насколько они были молоды. 30 лет назад эти трое осмелились пойти против настоящего зла. Стефан Гольд был самым молодым командиром отряда в МОСАД. Давид Парец встретил свой 29-й день рождения во время подготовки к заданию. Рэйчел Сингер был 25. Ну что, впервые на задании? Хорошо даже очень. Добро пожаловать в команду. Их миссией было поймать хирурга из Биркенау. Человека, чьи садистские эксперименты покалечили и убили тысячи людей. Ты очень смелая, раз решилась на это. Никакая я не смелая. Мне так страшно. Его нужно доставить живым. Вперёд! Покажем всем его злодеяния. Ты дрожишь. Похоже, это ты боишься, Давид. Боишься монстра внутри себя. Бу! За тобой следили? Хубарь. Лишь четверо людей знают, что именно здесь произошло. Что бы ни случилось, правда останется между нами. Что, если бы можно было вернуться назад? Мы бы поступили иначе. Назад мы вернуться не можем. Нам надо решить проблему. Как это понимать? Решить проблему. РАСПЛАТА Люди делятся на два типа. Люди дело. Говори, кто источник. И все остальные. Рад пригласить единственного, кто при жизни удостоился звезды ЦРУ. Эван Лейк, штаб ЦРУ. ЦРУ крепко досталось. Но мы не сдаемся. Ведь мы нужны своей стране. Ведь у нас есть что? Ценности. Автор сценария и режиссер Пол Шреддер. АНБ передали данные по Бонниру. Он жив. Мухаммед Боннир давно мертв. Уже 22 года. Продюсер Николас Виндин Крефн. Результаты томографии подтвердили начальный яглос. И что, мне осталось 8 лет? Лобно-височная деменция гораздо агрессивнее. Есть опасения, что ты станешь Абузой для управления. Это я Абуза! Кто тебя надоумило? Кто тут на самом деле главный? Еще ведь есть время. Зачем тратить его на того, кто, может, даже не существует? Он существует. Второй шанс узнать правду. У меня появился шанс. Если я его упущу, баннер исчезнет навсегда. Его последний шанс отомстить. Я не хочу, чтобы ты делал это в одиночку. Я не беззащитный. Бухарест, Румыния. Его жизнь, его выбор. Но чем бы это ни кончилось, тебе будет хуже. Николас Кейдж. Он испугался. Антон Ельчин. Он это планировал 20 лет. Александр Карин. Смотря, когда ты сдохнешь. Если не выйду через час, поступай, как знаешь. Он просто не мог умереть. Умирающий свет. Я хочу сделать что-нибудь значимое. Смотрите с 5 декабря. Глобальный шопинг может порадовать не только любителей новых коллекций и больших скидок, но и коллекционеров и любителей хендмейда. Хотим порекомендовать вам телеграм-канал «Проверенные товары». На этой площадке можно найти электронику, инструменты, аксессуары, подарки и элементы декора, свадебные украшения, игрушки, детские товары и многое другое. Площадка дает возможность приобрести самые разнообразные товары, обеспечивающие ваше удобство и комфорт в самых разных ситуациях. В каталоге товаров вы найдете все, что ваша душа пожелает. Канал построен на пяти фундаментальных преимуществах. Надежность. Площадка работает очень давно и прилагает все усилия, чтобы заслужить репутацию и доверие клиентов. Качество. Весь каталог товаров очень хорошего качества, а брак исключен. Выгода. На канале проводятся акции и скидки на самые популярные товары. Быстрота. Большое количество курьеров позволяет осуществлять доставку заказов чаще всего уже на следующий день, сохраняя при этом невысокую стоимость доставки. Удобство. Вы можете выбрать любую удобную форму оплаты и достатки товара. На канале вы можете воспользоваться уникальным чат-ботом с искусственным интеллектом, который лично проконсультирует вас перед покупкой определенного товара. Переходи по ссылке в описании и сделайте первую свою покупку уже сегодня. Меня зовут Кристин Коллинз. Десятого марта пропал мой десятилетний сын Уолтер Коллинз. Пятимесячное расследование вывело сыщиков на мальчика, которого привезли в Лос-Анджелес из штата Иллинойс. Полиция Лос-Анджелеса заявила всем, что этот мальчик мой сын. Но это был не мой сын. Миссис Кристин Коллинз. Да. Я пастор Пресвятерианской церкви Святого Павла. Я поставил свою целью пролить свет на все дела, которые полиция Лос-Анджелеса хотела бы от всех нас скрыть. Это полицейское управление не терпит инакомыслия, а у вас есть все возможности их опозорить. Им это не по душе. Я хочу вернуть сына. Зачем вы это делаете, миссис Коллинз? Вы перестали искать моего сына, а это ваше обязанность. А зачем нам искать того, кого мы уже нашли? Мэр хочет спустить все на тормозах. Вы не можете так поступить. Вы должны определить заключенную в психиатрическое отделение больницы Лос-Анджелеса. Этим вы подтверждаете, что полиция правомочно отправила вас на обследование и не несет за это ответственности. Я не подпишу. Фельдшер! Нет! Что вы еще в подери сделали с Кристин Коллинз? Я знаю, мой сын где-то там. Я чувствую. К сожалению, ваш сын был не первым, но если вы все сделаете правильно, он вполне может стать последним. Ваше расследование дела Кристин Коллинз выставило управление в дурацком свете. Если мальчик, которого вы вернули, не Уолтер Коллинз, то где же он, черт подери? Я хочу вернуть своего сына! Я хочу вернуть сына! Вино? У нас есть повод. Обычная пара... Майк подкинул мне работу на пару дней. В поисках идеальной жизни. Я обещал тебе, что у нас будет дом. Тебе с ним повезло. А тебе повезло с ним. Том Рид? Да. Повестка. Мы потеряем дом. Что-нибудь придумай. Бен, потише! Бен! Боже! Все это время он лежал здесь. Смотри. Что? О, Господи, дом! 220 тысяч фунтов. Что будем делать? Детектив Джон Холден. Когда вы обнаружили тело, что-нибудь еще нашли? Копы приходили. Ничего не нашли. Давай спрячем их и переждем недельку. Две недели. Ипотека, кредиты. По возможности используем наличку. Только на проживание. А вдруг это плохие деньги? Да, но... Что делает деньги плохими? Люди. Вот что. Дело не в деньгах. А в том, как их использовать. Алло? Когда находишь сокровище, знай. Где-то рядом притаилось чудовище. Варшавец, кое-кому перешел дорогу. Ты на чьей стороне? Что будем делать, Том? Выход есть. Джинс Франко. Не переживай. Эти деньги Дарс вышит. Кейт Хадсон. Из-за них нас убьют. Том Уилкинсон. Не строй с себя героя. Положи и уходи. Я Марси. Учтите, вы сами напросились. Приготовься. Мы справимся. Прости, что привязался в это. Мне не нужен Домс. Мне нужны только мы. Хорошие люди. Рассел, ты слишком много вкалываешь. Приходится. Я же хочу тебя как следует откормить. Вот черт, наконец-то! От режиссера фильма «Дикое сердце» Скотта Купера. Сколько он тебе одолжил? Полторы штуки. У меня такие бабки для выплаты залога не водятся. Пропустим вечером по стаканчику. Ага. Типа жидкий ужин. Еще налить? Нет. Родни уже полчаса как должен был подойти. Из чего ты решил драться? Заработать бабки. Ляжешь, когда я скажу, иначе мало не покажется. Родни! Твою мать! Этой осенью брата твоего найти не смогли. Там у них свое правосудие, на которое наше не распространяется. Кертис де Гроуд, конченый отморозок. Гроза всего района. Прошу тебя, не делай ничего ради меня. Не ходи туда. У нас будет лишь один шанс прижать его. Ты готов? Я брат Родни Бейзер. Я не уйду без него. За надежду. Прости мне при грешении, мои господи. Прости грехи мои. Прости нас и деяния наши. За родных. Ты славный и добрый, Мауэль. Привет, папа. Люблю тебя. За справедливость. Встать. Даю пять секунд. Пять. Четыре. Три. Две. Одна. Из пекла. В ролях обладатель премии Оскар Кристин Вейл, Вуди Харрельси, Кейси Эпплетт, Форрест Уитакер, Уильям Дефо, а также Зоуи Салдана и Сэм Шепард. Что случилось? Машина не заводится. Что это такое? Военные ветки. На случай их не потеряешься. Можно мне их взять? Да, пожалуйста. Залезай. Ты когда-нибудь был в тюрьме? Он страдает от амнезии. Был кто-то еще, я не помню. Джек Старк, я приговариваю вас к лечению в больнице для невменяемых преступников. Невиновные. Надеюсь, врачи лечения вам помогут. Мне здесь не место. Мы ничего не можем это поделать. Прошу вас. Вы оставили меня там. Вас мучает бред. Думаете, я не могу отличить реальность? Куда вы хотите ехать? Что мне с тобой делать? Я знаю, что это звучит безумно. Какой сейчас год? 2007. Что? Я видел время не такое, как наше. И я не мог никого спасти, когда был там. Мы встретились на обочине дороги. Я должен был догадаться, когда увидел мои бирки. Я Джек Старкс. Джек Старкс мертв. За четыре дня... Его тело было найдено на новый 1993 год. Джек Старкс умрет. Сегодня 26 декабря 1992 года. Верно. Только она может это остановить. Я должен узнать, как я погиб. Я должен вернуться назад. Там был врач Беккер. Он использовал на больных средства изменяющие поведение. Лауреат Оскара Эдриэн Броуди. Кира Найтли. Крис Кристоферсон. Дженнифер Джейсон Ли. Джек, ты меня слышишь? Пиджак. Пиджак. Что случилось, доктор? Вы словно увидели привидение. Мне нужно шесть тысяч долларов, иначе меня убьют. Нужно срочно уезжать из города. Слышал о Джо Купере? Он полицейский. Детектив. Но у него заработок на стороне. Что он делает? Убивает людей. У мамы жизнь застрахована на 50 тысяч. Киллер Джо профессионал. Проблем не будет. Это же убийство. Я не согласен. Я слышала, что вы хотите убить маму. Отличная идея. Вот видишь. Я беру 25 тысяч долларов наличными, без исключения. С этим проблем нет. А в чем проблема? У нас проблема с авансом. Без исключений. Разговор окончен. Но мы не обсудили возможность залога. Ты о чем? Это он о моей сестре? Она твоя сестра, да? Нужно ей сказать. Она сама поймет. И я могу сорвать им планы. Кому ты должен столько денег? Что он с тобой сделает, если не откажешься? Я обмотаю тебя скотчем и закопаюсь заживо на трехметровую глубину. А если я откажусь? Ты меня больше не увидишь. Хорошо. Запеканка из тунца. Я насыплю. Когда ты убьешь маму? О таком обычно за ужином не говорят. Они не отдадут тебе деньги? В чем дело? Кто рассказал тебе о киллере Джо? О боже. Где ты возьмешь такие деньги? К чему ты ведешь? Кто это? Джо, послушай. Это уже слишком. Тост. За мое будущее, Джо. Моя сестра никому ничего не сделала. Я ее не отдам. Залог или деньги? Я не уйду, пока не получу деньги. Я же тебя убил. Запах божественный. Кто произнесет молитву? Ее приключения стали международной сенсацией. Ее тайны захватили умы миллионов. Ее история стала феноменом в литературе и кино. В этом году встречайте девушку с татуировкой дракона. Пропавшая девушка. Жестокое убийство. Неразгаданная тайна. Как близко можно подойти к истине. Прежде чем... Стать целью. Девушка с татуировкой дракона. Начало трилогии осенью в кинотеатрах. Меня зовут Роджер Браун. Мой рост 1 метр 68 сантиметров. Это немного, но у меня есть другие достоинства. Мой дом стоит 5 миллионов евро. Я не люблю его. Он слишком дорог для меня, но он нравится моей жене. Сколько стоит ваша репутация? Что вы имеете в виду? Эта работа стоит около четверти миллиона. Есть у вас что-то подобное? Мунг. Литография. Настоящий топ-менеджер должен быть безупречным бриллиантом. Позвольте мне огранить ваш талант. И я обещаю вам работу с зарплатой в четыре раза выше, чем сейчас. Но как? Ответ начинается на букву Р. Репутация. Я хочу познакомить тебя кое с кем. Класс, граф. Он только что приехал. Рубенс. Охота на Калидонского вепря. Знаешь, где она сейчас? Нет. У него дома. И сколько она стоит? Десятки миллионов. Настала пора подумать о нашем будущем. Слушай, у нас всего пары дней. Что случилось? Ты ничего не знаешь. Джимми! Почему я здесь? Ч博ист. ₓом. Т ٪! Таран РН Прямо дост IV РФ generation Р 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 Субтитры создавал DimaTorzok